Позицию правительства по этой сделке понять было сложно. Докладывая о том, как Центера приобрела компанию Томсен Грик, чиновники сначала признались, да, сделка была совершена в ущерб интересам Кыргызстана, но ничего поделать не могли. Мол, протесты трех членов совета директоров от нашей страны, остальные восемь даже слушать не стали. При этом представители Кабмина тут же уверяют, сделка для нас очень даже выгодная. Когда речь зашла о покупке Томсен Грик, нашим представителям сначала выдали некие документы, а потом отозвали, как секретные. Затем поставили перед фактом, что этот вопрос они выносят на голосование. У нас даже не было времени изучить детали сделки. Члены совета от Кыргызстана проголосовали против, но остальные директора покупку поддержали. Мы не могли ничего поделать. Для нас это была неожиданная информация, но потом уже после покупки мы сделали экономические расчеты. Да, доля нашей страны снизилась, но пропорционально выросли и активы, учитывая новые месторождения. К тому же себестоимость добычи золота на Маунт-Милиган ниже, чем у нас на Кумпторе. По прогнозам, цена на золото будет расти, акционеры получат в два раза больше дивидендов. От этой сделки Кыргызстан никак не проигрывает. Помнится, что примерно так же правительство Николая Танаева в 2003-м говорило о заоблачной выгоде, когда доля Кыргызстана в Кумпторе превратилась в акции в новообразованной Центере. С того времени в этом проекте наша страна оказалась практически с птичьими правами. Процент акций только сокращался, а в Совете директоров наши представители ничего не решают. Что касается Томпсон-Грик, как выясняется, компания была в предбанкротном состоянии, имела задолженность в виде облигаций на 800 миллионов долларов, что сделала Центера, чтобы заплатить сумму в более чем 1 миллиард долларов. Компания произвела не только дополнительную эмиссию ценных бумаг, тем самым сократив долю Кыргызстана, но и взяла в банки кредит в несколько сотен миллионов долларов. Вот сейчас выступил представитель Кыргызалтына, затем выступил Дюшенбек Зилалиев. Я помню, как во время правления Акаева также выступали перед депутатами члены правительства. Они тогда говорили, что вот теперь страна выходит на мировой рынок, будучи владельцем акции в Центере, мол, у нас будут месторождения в Монголии, Турции, и Кыргызстан будет от этого богатеть. Громко тогда заявляли. Акаев ушел 12 лет назад. А у меня сейчас ощущение дежавью. Эти же слова, к сожалению, я сейчас слышу от вас. Как вы можете такое говорить, уважаемые члены правительства? Вот вы говорите, наши члены проголосовали против. Да, проголосовали, но это было молчаливое согласие. Почему вы не подали в суд? Почему вы не поговорили с главой Центера и не поставили вопрос о расторжении соглашения? Вы же прекрасно знаете, что 80% средств Центера получают за счет Кумтора. А вы сидите и молчите. Год прошел, а правительство ни слова не сказало. Уважаемые коллеги, да, я понимаю, политика нашей страны должна быть единой. У меня нет к этому никаких претензий. Но мы же должны защищать интересы страны. У нас и так есть всего 5-6 крупных месторождений. Бог покарает тех, кто составлял то соглашение и подписывал условия по Кумтору. И эта сделка является предательской. За миллиард долларов Центера покупает компанию. Уважаемый Душенбек Тихчербекович, вы же проводите аукционы. Почему вы не говорите Центере об инвестициях в нашу страну, к примеру, на 500 миллионов долларов? Ну вы же могли об этом заявить. Я знаю вас как принципиального человека, и вы знаете о моем к вам личном отношении. Но было бы хорошо, если бы эти миллиард долларов вкладывали бы не в Канаду, а в наш Кыргызстан. Может быть даже в тот же Джируи или Талдебулак. Это были бы инвестиции в нашу страну. Вот вы говорите, количество наших акций не сократилось, а только их доля. Но ведь речь идет об этом же. Речь в голосовании. Речь о 32%. Ведь мы могли заблокировать. Да, собрать 100% сложно, но наоборот наши 32% снизились до 26%. Вы говорите о капитализации. Во-первых, какое отношение к этой сделке имеет цена золота? Никакого. Цена золота – это мировая тенденция. Во-вторых, капитализации, как вы говорите, никогда не будет. Сказать почему? Потому что есть коррупционная составляющая. Центера – публичная компания. Любой, кто владеет английским языком, может почитать информацию о ней. Томсон Грик – это компания, которая владеет медным рудником. Там большие запасы меди, а не золота. В настоящее время находится в затруднительном финансовом положении. Представитель Кыргызалтынов сказал, что у этой компании есть долг на 881 миллион долларов. Содержание золота – низкое качество ресурсной базы. Куда мы инвестируем деньги? Наши деньги они инвестируют в Канаде. Финансовое состояние Центеры резко ухудшилось. Вот вы сами сказали, что Центера взяла в кредит 325 миллионов долларов. Это говорит о том, что Центера максимально выводит средства из Кыргызстана. Во-вторых, вы говорите, что наложен арест на активы по нашему экологическому иску на 380 миллионов долларов. А я вижу информацию о том, что в понедельник или вторник правительство собирается заключить новое соглашение с Центерой. Мировое соглашение на 50 или 60 миллионов долларов. То есть получается, что вы отказываетесь от 380 миллионов? Уважаемый Душенбек Тевчербекович, вы говорите о дивидендах. 10 миллионов долларов – это разве дивиденды от такой крупной компании? Говорите, что получим 20 миллионов дивидендов. А я скажу, что мы не получим. Почему? Потому что компания кредиты привлекла. Она будет инвестировать в это месторождение. Затраты будут увеличиваться, а доходность будет падать. Вы еще говорите, что в Томпсон-Грих самая низкая себестоимость добычи зруды – 625 долларов. Возможно, это так. Но есть одно обстоятельство. В Канаде не воруют, а у нас воруют. Добыча золота – это энергоемкое производство. У нас самое дешевое электричество. А себестоимость добычи выше. Зарплата ниже в три раза, чем в Канаде. А они почему-то повышают уровень затрат и вывозят. Мы не в состоянии управлять. Речь об этом. Я считаю, что эта сделка – это большая ошибка нашего правительства. Снижение доли с 32 до 26 процентов – это предательство. Вот увидите, время пройдет, и по этой сделке будет возбуждено уголовное дело. Потому что вы все сидите и молчите. Когда пришло сообщение о намерении купить Томпсон-Грих, вы же могли сказать, заявить, попытаться остановить. Вы же могли прийти в парламент и сказать, а мы бы озвучили проблему. Учитывая, что Центера – публичная компания, возможно, после огласка акционеры Томпсон-Грих воздержались бы и выступили против. Когда я был премьер-министром, я создал специальную комиссию, которую возглавлял Тимир Аргембаевич Сариев. Когда депутаты начали заявлять о национализации, о необходимости перевода компании в собственность народа, вот тогда Центера стала с нами разговаривать. После этого начались экологические иски. Но не хватило времени. Иначе мы бы решили раз и навсегда судьбу Кумтора. Ваши должности после вас будут занимать и другие лица. Но за действия или бездействия придется отвечать. Нельзя быть таким равнодушным. Если бы это была частная компания, вы бы, наверное, судились. Вы говорите, что были против. Почему не судитесь? Нарушены права крупного акционера. Почему не подали иск в международный суд? Мне остается непонятным. В ближайшее время правительство, как стало известно, заключит новое соглашение с Центерой. Причем на фоне вот такой довольно скандальной покупки компании, которая имеет многомиллионные долги. Как отметили республиканцы, Кабмин, учитывая, как компания наплевательски относится к самому крупному акционеру, должен принять самые жесткие меры в отношении Центеры. Вплоть до денонсации концессионного соглашения 2009 года, которым оправдывает свое бессилие нынешнее правительство. Я думаю, по примеру Монголии, правительство должно принимать точно такие же действия, не менее активные, как монгольское правительство. Она в ультимативном порядке отозвала все лицензии, и потом она пошла в Центера договариваться с монгольским правительством. А сегодня член Совета директоров от нашей страны говорит, что мы ничего не сможем сделать, даже если они размывают наши акции. Причем не только в этот раз, но и в будущем. А теперь выясняется, для месторождения в Турции Центере нужно еще 200 миллионов долларов. Я хочу обратиться к представителю генеральной прокуратуры. Преступное деяние включает в себя и действие бездействия. А если для рудника в Турции они еще раз проведут эмиссию, что тогда? Мы также будем разводить руками. И вы мне говорите, что у Томпсон-Крик себестоимость золота меньше, чем у Умтора. Это столько руды надо переработать, камней, чтобы получить 8 раз. Это еще раз говорит о том, что правительство должно сосредоточиться на себестоимости. Как можно покупать компанию, у которой на 8 раз в тонне содержание золота меньше? Идет вывод денежных средств. Первое. По этой сделке я могу сказать свое решение. Мое мнение. Вывод денежных средств. Первое. Второе. Размывание крыльской доли. Второе. Третье. Наши позиции кратно уменьшились. Финансовое положение Центеры, где Кыргызстан является самым крупным акционером, резко ухудшилось. С привлечением дополнительных кредитных ресурсов в сумме 325 миллионов долларов. Обязательства у компании появились. Обязательства у компании появились. Полностью стратегия компании Центера переориентируется в сторону не в нашу страну, а в Северную Америку. В итоге фракция приняла решение из четырех пунктов. Кабмин должен на Центеру подать в Международный суд за нарушение прав акционера. Генеральной прокуратуре и антикоррупционной службе ГКНБ рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших уменьшение доли Кыргызстана в Центере. И, наконец, фракция настоятельно рекомендует правительству, пока воздержаться, заключать новое соглашение по Кумтору, пока не решится вопрос вокруг покупки Центерой компании Томпсон Грик. Ванаса Чгита Фалтынбек Каныбекулу, НТС.